В минувший вторник в здании Ихвицкого учебного центра Керсти-Вылу прошло подведение итогов тотального диктанта, который 8 апреля в аудиториях Ихвицкой русской основной школы писали жители Ядовирума. Вера Владимировна Сибрик, директор Мейтагузской основной школы, организатор и координатор тотального диктанта, который в этом году в Ихве писало свыше 200 человек, рассказала, что довольно ростом числа желающих добровольно проверить свои знания по русскому языку. В третий раз мы проводили тотальный диктант в Ихве и приняло участие 210 человек, что в три раза больше, чем три года назад. Это радует. Радует то, что были люди разного возраста. Это становится такой традицией для многих. Мы видели участников, которые неоднократно уже принимают участие в тотальном диктанте. В этом году мы гордимся тем, что результаты, на наш взгляд, хороши. У нас 8 отличников. 8. У нас много хорошистов. И если сравнивать с предыдущими годами, то впервые мы сегодня будем чествовать тех любителей русского языка, которые смогли написать диктант без единой орфографической или пунктуационной ошибки. Это был текст современного писателя, сценариста, историка Леонида Юзефовича, текст, который назывался «Кама». Я бы сказала, такой классический текст, русский язык в полном его представлении. Вера Сибрик отметила великолепную работу в качестве учителя, выполненную народным артистом России Александром Пашутиным. Он на отлично справился с новой для себя ролью. Об этом говорят результаты диктанта. После того, как консультанты сделали общий анализ результатов диктанта, а каждый человек, кто пришел на подведение итогов, смог ознакомиться со своей работой после проверки, слово взял консул Генерального консульства России Андрей Сургаев. Он поздравил отличников с тем, что они сумели справиться с непростым заданием, и вручил им подарки – прекрасные изданные книги русских классиков и современных российских писателей. Дипломат отметил, что тотальный диктант, который прошел в Эстонии, свидетельствует о заинтересованности российских соотечественников в сохранении русской культуры, важнейшим элементом которой является русский язык. Он тепло поблагодарил организаторов акции за их бескорыстную работу. Андрей Сургаев выразил уверенность в том, что жители Северо-Востока Эстонии и в будущем примут активное участие в тотальном диктанте. Продолжение следует...